Мягкое солнце, теплое утро и голубое мирное небо. По традиции у мемориала воинам-химикам на улице Заводской проводится торжественный митинг. Так, отдают дань памяти и уважения сотрудникам Щелковского Аграхима, некогда одного из градообразующих предприятий города, заводчанам, бившим врага на передовой и работавшим в тылу, оставшимся на полях сражений и вернушимся с победой домой. Независимо от профессиональной принадлежности, независимо от наших партийных предпочтений, от религиозных конфессий, 9 мая это тот праздник, который объединяет людей, объединяет те семьи, через которые, как кровеносными жилами, прошла война. 27 миллионов жизней блогны за то, чтобы страна наша осталась независимой, свободной, подчиненной своим внутренним духовным силам, а не воздействию извне. С праздником всех, добра нам, процветания и всех жизненных благ. Спасибо. На мраморных досках 180 фамилий воинов-химиков, не вернувшихся с фронта. Всего же в годы Великой Отечественной войны из нескольких тысяч, работавших в то время на Щелковском химзаводе, 745 заводчан ушли защищать родину. Но и в тяжелое для всей страны время предприятие не переставало работать. Оставшиеся в городе сотрудники вносили свой вклад в приближение Великой Победы, производили продукцию для фронта и оборонной промышленности. Здесь даже делали те же коктейли молотого, здесь делали кислоты для аккумуляторных батарей, здесь делали различную продукцию, которая используется при подготовке дымовых завес и так далее. Главными почетными гостями памятного мероприятия стали ветераны-фронтовики. Все они в свое время трудились на химзаводе. Яков Коваленко работал в заводском профилактории. Вспоминает не без слез, на фронт попал 17-летним мальчишкой, освобождал города Западной Европы, брал Берлин. Мы брали Берлин, 2 мая был взят. Как выжил это чудо. Ветеранов сотрудники предприятия Щелкова Аграхим поздравили с приближающимся праздником и вручили им памятные подарки. Однако это лишь малая часть той благодарности, которую заслуживает подвиг наших прадедов. Главное, чтобы память о той цене, которой досталась победа, не уходила в забвение, а горела вечно. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».